Встреча с Манежной Я надеялся увидеть это, но я не был уверен. Но я очень надеялся. Я чувствовал, я понимал, что не может быть, чтобы те темные, агрессивные, науськанные люди, которые кидали свои зиги там у вечного огня и рисовали свастики, и кричали похабные речевки, оскорбляя целые народы. Я понимал, что не может быть, чтобы эти люди говорили от имени всего народа. Этого нельзя допустить. Нельзя дать почувствовать им, что они народ. Нельзя дать им это право говорить от имени народа. Мы сегодня даем ответ на этот простой вопрос. На этот простой вопрос. У Платонова сказано, без меня народ неполный. Без каждого из нас народ неполный. Без каждого из нас. Вот сколько нас есть сегодня миллионов, десятков миллионов в России. Вот без каждого из нас неполный российский народ. Никто не имеет права говорить от имени всего народа. Если вы спросите, почему я здесь, я так же, как и вы, пришел в центр Москвы, в центр России, пришел к вам, таким-то, как я, которые болеют душой, люди образованные, люди, которые хотят работать, люди, которые хотят, чтобы Россия была сильная. Поэтому я здесь с вами. Я, как офицер русской армии, единственный присягу за Россию. Я не имею права стоять в стороне. Я хочу вам сказать очень коротко. Россия для всех, для всех, которые ее любят. Для тех, кто работают, учатся, страдают, стараются и страдают за Россию. Слава России и счастья всем людям, населяющим Россию. Сильный Кавказ, сильный Татарстан, сильный Башкатарстан, все наши тувинцы, все наши канкадалы, сахалинцы. Если эти люди будут счастливы, то будет и Россия счастлива. Счастья вам на долгие годы. Я часто читаю выступления людей, называющих себя националистами. К настоящему национализму, этическому, а не этническому, они, конечно, не имеют никакого отношения. У меня складывается ощущение, что они живут в какой-то очень маленькой и очень несчастной стране, где на всех ничего не хватает, где надо постоянно кого-то оттеснять, где нормальное состояние человека – это борьба за кусок и страшная злоба ко всем остальным. Я живу в совершенно другой стране. Мы живем в стране доброй, великой, огромной, стране, у которой есть будущее, и мы прекрасно знаем, что это будущее за нами. Мы никогда не дадим отождествить Россию с людьми озлобленными, ничтожными и неумными. Я вдруг обнаружил, что сразу большое количество моих знакомых, друзей, приятелей в последнее время смотрят в зеркало и пытаются понять, славянская ли у них внешность. И эти размышления меня вергли в ужас. Некоторые из этих людей мне сказали, что они боятся идти на улицы, боятся своих детей выпустить на улицы. И я, собственно, пришел сюда, чтобы как могу их защитить, потому что это наши сограждане, наши друзья, наши родственники. Это очень просто. Когда мой маленький сын еще в детском саду, он говорил такие слова. У меня мама нагайка, то есть мама у меня грузинка, папа у меня черкес. Они им говорили, а ты кто мальчик? Он говорил, а я русский. И в этом нет никакого парадокса, потому что и я, черкес по национальности, ощущаю себя человеком русской культуры. Очень важны корни, культурные корни. И вы знаете, вчера меня опять поразил тот же самый сын, который, когда я ему сказал, что я иду на митинг, он мне задал вопрос, а что это даст, папа? Так скептически задал этот вопрос. А даст, дорогой мой сынок, даст еще как даст? Надо показать, что нормальных людей больше, чем ненормальных. У нас много, мы разные. Мы по-разному молимся, по-разному проводим свой досуг, по-разному живем, но нас объединяет нечто. Надо учить этому с ранних лет. Аксенопобия самый простой ответ на вопрос, кто виноват. Ткнуть человека другого цвета кожи, другой национальности, другой веры. Это первый ответ, это самый простой ответ. Поэтому неудивительно, что там были по преимуществу люди молодые, горячие, необразованные. И вот это поколение, которое проспали, надо разделять этих не слишком образованных, горячих ребят и тех провокаторов и вожаков, которые стояли за ними и стоят за ними.